Я думаю, что людям так важно помнить, что они творцы своей жизни, а не жертвы своей жизни, верно? Итак, жертва говорит, я так себя чувствую, потому что этот человек, или те обстоятельства, или у меня нет денег, заставляют меня так себя чувствовать. Это мои отношения с деньгами. На самом деле это означает, что я использую свой недостаток, чтобы... Я думаю, у тебя должна быть мечта. Школа величия, правда? Да, пожалуйста, добро пожаловать. Что ты думаешь об идентичности денег и психологии того, как мы, как они играют в нашей жизни? Потому что многие люди хотят зарабатывать больше, они хотят привлечь больше, но они просто борются с самой концепцией этого. Да, я думаю, что мы были довольно сильно запрограммированы на наши отношения с деньгами. И у нас есть отношения со всем, что известно в нашем окружении. У тебя есть отношения, неврологическая сеть в твоем мозгу для твоих родителей, для твоего мобильного телефона, для твоего компьютера. Где ты живешь, где ты жил в прошлом, что ты собираешься делать завтра? По большей части мозг это отражение всего, что мы знаем, верно? Так, вместе с этим и наши отношения с деньгами. И я чувствую, что у меня действительно хорошее отношение с деньгами, потому что я работаю над тем, чтобы иметь действительно хорошее отношение со всем в моей жизни. У тебя всегда были хорошие отношения с деньгами? Я так думаю. Я так думаю. Я никогда по-настоящему не жил в нужде. Это просто не было частью этого. Даже когда я учился в колледже и мне приходилось брать студенческие суды и все такое, я всегда находил способ всегда быть немного впереди событий. И поэтому давай вернемся назад и просто посмотрим, как люди формируют убеждения. Потому что большинство убеждений созданы из прошлого опыта, верно? Итак, дети, когда они находятся в раннем возрасте, их мозговые волны очень медленные, например, их мозговые волны находятся в альфа-диапазоне, когда им от 7 до 12 лет. Они находятся в тете, когда им от 2 до 6 лет. И они в дельте, как когда им от новорожденного до 2 лет. И таким образом, эти состояния мозговых волн, это состояния, которые действительно подавались внушению информации. Поэтому, когда мы слышим информацию, мы верим ей и принимаем ее. Мы верим в это. Мы сдаемся этому, как будто это правда, не анализируя ее. Потому что еще нет аналитического оборудования. Аналитический ум начинается примерно в 12 или около того, с 7 до 12. И этот аналитический ум на самом деле создает барьер между сознательным умом и подсознанием. Итак, до 12 лет примерно то, что мы видим, как мы моделируем поведение наших родителей, что они нам говорят. Все это запрограммировано подсознательно верно. И это действительно очень важно. Потому что если ты слышал, деньги это корень всего зла, деньги это плохо. Только определенным людям позволено зарабатывать деньги. Ты должен много работать, чтобы зарабатывать деньги. Вот как ты должен это делать. И это становится основой. Подсознательно. Давай, например, запишем запись аудиофайла. Ты просто продолжай записывать этот аудиофайл. Это становится подсознательной программой, верно? Значит, у многих людей отношения с деньгами основаны либо на том, что им сказали, либо на том, что они испытали во внешнем окружении, верно? Значит, мы получаем информацию из нашего окружения. И чем сильнее эмоции, которые мы испытываем от переживаний в нашей жизни, тем больше изменений мы чувствуем внутри себя, тем больше мозг замораживает кадр и делает снимок. И этот моментальный снимок называется воспоминанием. Итак, основываясь на эмоциях, основываясь на эмоциях, эмоция изменяет наше внутреннее состояние. Итак, ты выступаешь в роли Льюиса, чувствуя себя действительно хорошо, и вдруг у тебя возникает эта травма, у тебя этот кризис, у тебя этот шок. И внезапно у тебя происходят драматические изменения в твоем внутреннем состоянии, и твои чувства обостряются. А потом ты останавливаешь кадр и связываешь это внутреннее состояние с тем, что его вызывает верно. И именно так мы создаем долговременные воспоминания верно. Так болезненные воспоминания более сильны, или прекрасные воспоминания более сильны? Они оба равны. Они оба равны. Но проблема в том, что я думаю, что большинство людей испытывают нечто большее, чем негативные эмоции, верно? И эти негативные движения действительно происходят от гормонов стресса, верно? Итак, система сигнализации, аварийная система, создает внутреннее возбуждение. И это возбуждение говорит о том, что в твоем внешнем окружении есть что-то опасное, верно? И это может быть человек, обстоятельства, несчастный случай или что-то еще. И это изменение в эмоциональном состоянии заставляет тебя вспомнить это событие. Ты должен быть внимателен, верно? Ты должен оставаться очень сосредоточенным на деле. Так что подумай о людях, которые имеют отношение с деньгами прямо из прошлого. Все убеждения основаны на прошлом опыте. Значит, у тебя есть опыт, когда ты теряешь деньги. У тебя есть опыт, когда у тебя отнимают деньги. У тебя есть опыт, которого тебе не хватает. Ты живешь в месте, где не хватает денег, или в семье, у которой не хватает денег. Тогда эмоция, которой живет большинство людей от момента к моменту, это недостаток. Как будто мне не хватает чего-то, чего я хочу. Хорошо, теперь в этом нет ничего плохого, потому что этот опыт меняет твое эмоциональное состояние. Ты останавливаешь кадр, ты делаешь снимок. Проблема в том, что это аппаратное обеспечение. Итак, мы мыслим неврологически в рамках контуров этого прошлого опыта, и мы чувствуем химически в пределах границ этой эмоции. Что означало бы, например, отсутствие, верно? Итак, теперь человек говорит, прежде чем ты перейдешь к следующему вопросу, что происходит с телом и разумом, когда они находятся в условиях недостатка, умственного или физического. Я в беде. Что это такое? Что говорит тело ума? Да. Итак, тело говорит. Я жду, когда произойдет какое-то внешнее событие. Я выигрываю в лотерею, я выхожу замуж за правильного парня. Чего бы ты ни ждал от этого события, это переживание вызывает эмоцию. Значит, эмоция тогда устраняет недостаток. И поэтому, когда мы играем в игру в трехмерной реальности, в игру созидания. В трехмерной реальности мы испытываем разлуку со всеми или со всем, потому что наши чувства обманывают нас, вводя в иллюзию, галлюцинацию разлуки. Я здесь, а ты там. Я здесь, а дверь вон там. Итак, я осознаю, что нахожусь здесь в одной точке сознания, а дверь находится там, в другой точке сознания. Хорошо, значит, для того, чтобы я добрался отсюда до двери, я должен пошевелить своим телом и сделать что-то в пространстве. Я должен что-то сделать, и все в этой трехмерной реальности потребует времени и энергии, верно? Так что ладно, тогда вот, Луис, прямо здесь. А потом он говорит, хорошо, я хочу, чтобы этот опыт был в моем будущем. И твой мозг автоматически предсказывает и проецирует, как далеко в будущем, по твоему мнению, это займет. Может быть, это год? Пять лет? Десять лет? Тридцать лет? О боже, верно? Потому что это то, что нужно, чтобы заплатить за этот дом, верно? Итак, теперь одна точка сознания, я здесь. Другая точка сознания, это то, куда я помещаю свои мечты. Я имею в виду отделиться от этого опыта. Так как же мне тогда получить этот опыт в трехмерной реальности? Ты должен встать и что-то сделать. Ты должен идти на работу. Ты должен ехать на работу. Это требует энергии. Ты должен заправить свою машину бензином. Ты должен есть еду. Ты должен работать. Все это кончено. Тебе нужно поспать. Ты должен восстановиться, если есть стресс. И теперь люди в некотором смысле ждут, когда произойдет опыт, который произойдет через 10 лет или через 30 лет в мире, чтобы устранить недостаток в том, что у них его нет. И, к сожалению, много раз, когда опыт наконец происходит, они не могут наслаждаться им, потому что они слишком измотаны. Верно? Верно? Значит, так значит, ты играешь в эту игру. Ты ходишь в школу, учишься очень усердно или учишься сам. Ты развиваешь некоторые навыки, ты делаешь правильный выбор. Ты начинаешь экономить деньги. Ты начинаешь учиться на своих ошибках. И тогда игра заключается в том, сколько вещей ты можешь накопить. И это накопление тогда ассоциируется у тебя с богатством, изобилием или успехом, верно? И у некоторых людей это действительно хорошо получается, верно? Ты можешь стать действительно хорош в этом. Но по большей части, когда мы творим из трехмерной реальности, мы творим из недостатка и разделения. Другими словами, ты едешь по дороге и видишь кого-то за рулем машины, и вдруг ты понимаешь, что у тебя ее нет. В тот момент, когда ты осознаешь, что у этого человека есть эта машина, а у тебя ее нет, тебе ее не хватает, верно? И так, что мозг естественным образом делает, так это естественным образом создает тебя за рулем этой машины, и у тебя появляется образ себя за рулем этой машины. И ты начинаешь идентифицировать себя. Вау, это было бы для меня большим опытом. Проблема заключается в расстоянии между мыслью о том, чего ты хочешь, и переживанием того, что происходит на самом деле. Для большинства людей происходящее, это концепция, называемая временем, прямо между причиной и следствием, верно? Значит, некоторые люди развивают в себе способность управлять собой и управлять своей жизнью. Они развили определенные навыки, и они могут заплатить за это, и они могут получить это очень быстро. Проблема в том, что когда новизна этого опыта проходит, машины и они больше не отождествляют себя с этим, и чувство пустоты и нехватки возвращается. Им нужно найти что-то еще. Они должны пойти и найти что-нибудь еще. И вот идет эта игра, в которой тебе никогда не бывает достаточно верно, и эта игра в отсутствие верна, значит, если ты подумаешь о людях, имеющих в своей жизни то, чего они хотят, когда они творят из недостатка и разлуки, то именно переживание трехмерной реальности вызывает эмоции. И эмоция говорит, давай почувствуем это. Испытай то, чего тебе не хватало и от чего ты был в разлуке, и эта эмоция затем устранит отсутствие разлуки. Но ты очень усердно работал, чтобы получить это. Хорошо, в этом нет ничего плохого. Есть ли другой способ сделать это? Да, хорошо. Значит, человек, который живет в нужде, ждет, когда его богатство почувствует себя изобильным. Они ждут своего успеха, чтобы почувствовать себя сильнее. Они ждут своего исцеления, чтобы почувствовать благодарность. Они ждут, когда их новые отношения почувствуют любовь. Они ждут своего мистического опыта, чтобы почувствовать благоговейный трепет. Это ньютоновская модель реальности, причины и следствия, ожидания того, что произойдет событие, которое устранит это разделение или недостаток. В этом нет ничего плохого. Это способ, которым большинство людей творят. Но то, что мы обнаружили, на самом деле является чем-то другим. В тот момент, когда ты чувствуешь благодарность, начинается твое исцеление. В тот момент, когда ты чувствуешь себя достойным и изобильным, ты создаешь богатство. В тот момент, когда ты получаешь силу, ты движешься к своему успеху. В тот момент, когда ты полюбишь себя и полюбишь жизнь, ты создашь равного. В тот момент, когда ты испытываешь благоговейный трепет перед жизнью, у тебя будет мистический опыт. И это вызывает эффект, верно? Значит, если ты можешь научить людей, то как творить не из недостатка или разобщенности, а творить из целостности. И создаешь из того, что мы называем квантовым полем вместо трехмерной реальности. В чем разница? Хорошо так, что, как ты думаешь, прежде всего, это требует знаний. Хорошо, квантовое поле, это невидимое поле энергии, которое существует за пределами наших чувств. Ты этого не видишь, ты этого не чувствуешь. Ты не можешь попробовать это на вкус. Ты этого не слышишь. Ты не можешь этого почувствовать. Это существует за пределами нашего восприятия трехмерной реальности. Было бы это в сознании нашего ума, или это было бы в другом пространстве? Хорошо, давай посмотрим на это. Итак, ответ на вопрос заключается в том, какую часть своего бодрствующего дня ты уделяешь своему вниманию материи, материальному миру, и какую часть своего бодрствования ты осознаешь энергию и частоту. Для большинства людей они знают о квантовом поле. И если ты не осознаешь этого, то для тебя это не существует. Точно так же, как у тебя есть нос. Но если ты не осознаешь этого, это не существует для тебя. В тот момент, когда ты осознаешь, что это существует. Квантовое поле ты можешь спросить. Ты можешь изучать все виды наук, и они скажут тебе, что существует это невидимое поле частот и энергии, которое существует за пределами чувств, которые, как правило, связывают все физическое и материальное. На самом деле, все физическое и материальное связано с этим полем. Хорошо, так как же ты туда доберешься? Верно? Как ты туда добираешься? Как ты туда добираешься? Как ты туда добираешься. Итак, мы обнаружили, что когда ты отвлекаешь все свое внимание от своего тела, и не обращаешь внимания на свои эмоции, свои побуждения, свои привычки. Если бы ты мог отвлечь все свое внимание от каждого элемента в твоем окружении, твоего мобильного телефона, твоего планшета, твоего компьютера, твоей машины, чего бы это ни было, твоей кровати. Отвлеки свое внимание от всего. В каждом месте, где ты живешь, где ты спишь или работаешь. А ты не думаешь о времени. Ты не думаешь о своем расписании, о том, где тебе нужно быть, или о том, что произошло вчера. Ты можешь расслабиться в настоящем моменте. Как правило, происходят кардинальные изменения в том, как функционирует мозг. Когда люди делают это правильно. Мы называем это выходом за пределы себя. Но в каком-то смысле ты отделяешься от своей трехмерной реальности. Почему? Потому что если ты думаешь о чем-то в своей трехмерной реальности, именно там сосредоточено твое внимание и находится твоя энергия. Хорошо, и так, мы вроде как выяснили эту формулу. Когда люди действительно становятся никем, никем, ничем, нигде без времени, мы в значительной степени внезапно оказываемся вне ограничений ньютоновского мира. Ты должен что-то сделать, чтобы добиться результата. И если ты сможешь научить людей, как оставаться там без имени, без лица, без профессии, без семьи, без культуры, без прошлого, без болезни. Ты учишь их, как быть в этом месте, которое мы называем неизвестным, верно? И ты учишь их, что из этого места, из этого невидимого поля исходит все материальное. И если бы они могли создать согласованность в своем мозгу, тебе нужен сильный сигнал в мозгу. Чем более когерентен мозг, тем сильнее сигнал. Что ты подразумеваешь под сильным сигналом? Хорошо, давай посмотрим, как я мог бы это сказать. Когда мы смотрим на большинство людей, когда мы смотрим на мозг в реальном времени, и мы смотрим на то, как работает их мозг. Когда ты испытываешь стресс, хорошо? Стресс создается из-за невозможности предсказать то, что произойдет в твоей жизни. Ощущение, что что-то будет хуже, или ты не можешь что-то контролировать, верно? Так что, когда это происходит, мы включаем ту примитивную нервную систему, которая называется нервной системой Дериси-Лебеги. И мозг переходит в очень тревожное состояние, называемое высоким бета. Это значит обращать внимание на внешний мир. Там есть опасность, но если это не хищник в пробке, не твой коллега или твой бывший, вот тут-то и возникает проблема, потому что он становится очень неадаптивным, верно? И так, когда мы находимся в таком состоянии, а мозг находится в таком возбужденном состоянии, мы пытаемся все контролировать и предсказывать. Значит, у каждого человека, каждого предмета, каждой вещи, каждого места, даже у твоего тела, есть неврологическая сеть в твоем мозгу, верно? И так, когда происходит возбуждение, мы начинаем переключать наше внимание на все эти элементы. И как гроза в облаках, мозг начинает работать очень, очень бессвязно. И когда мозг бессвязен, мы бессвязны. Это не очень сильный сигнал. Это помехи на проводе. Это разъединение. Нет никакого сигнала, верно? Поэтому, когда мы находимся в таком состоянии, мы всегда действительно ищем наихудший сценарий того, что должно произойти. Потому что если ты готовишься к худшему, происходит меньше всего, больше шансов выжить, верно? И так, в таком возбужденном состоянии, когда мы переключаем наше внимание на каждый из этих элементов, известных в нашем окружении. Мозг начинает разделяться на части и срабатывать не по порядку. И это то, что создает так называемую вегетативную дисрегуляцию, которая приводит к тому, что мозг и тело действительно выходят из равновесия, верно? Значит, в таком состоянии мы слишком сосредоточены. Когда ты в стрессе, ты слишком сосредоточен на чем-то. Ты не можешь перестать думать об этом. Наше исследование показывает, что когда ты это делаешь, ты на самом деле ухудшаешь работу своего мозга, потому что ты анализируешь свои проблемы в рамках какой-то тревожной эмоции. И эта эмоция еще больше выводит тебя из равновесия. Ты на самом деле выводишь свой мозг и тело из равновесия одной только мыслью, и ты приводишь его в эти более возбужденные состояния, верно? Для того, кто живет так десятилетиями, это их базовое состояние. Как они вообще понимают, как из этого выбраться? Они этого не делают. Обычно это требует кризиса, верно? Это требует травмы, крайнего нервного срыва, нервного срыва, потери, смерти, полного расставания, развода, близкого банкротства, чтобы это ни было. Болезнь, диагноз, что угодно. Что-то такое, где ты просто не можешь заниматься своими делами, как обычно. Теперь пришло время по-настоящему начать искать. Они должны разбудить их. Да, так что давайте вернемся к концепции изобилия здесь, потому что вам нужен сильный сигнал в этой области, верно? Тогда, если ты можешь научить людей делать прямо противоположное, перестань обращать все свое внимание на все физическое и материальное в мире разделение. И вместо того, чтобы сузить их внимание на чем-то материальном, попросите их расширить свое внимание и направить его ни на что. Я знаю, это звучит немного безумно, но когда ты сосредотачиваешь свое внимание на пространстве и отвлекаешься, Акт восприятия без размышлений на самом деле начинает замедлять мозговые волны. Ты не только замедлишь это, но и внезапно заставишь мозг начать реинтегрироваться. Начинает синхронизироваться, верно? И вот ты видишь, как разные отделы мозга, которые мы запускаем не по порядку, начинают резонировать. Они начинают общаться. Они внезапно синхронизируются. И то, что западает в мозг, как бы связывает его. Так что, когда у человека весь мозг работает в ритме, это очень сильный сигнал, который вы можете послать в поле. Итак, когда этот сигнал силен в этой позиции, что ты можешь создать из этого пространства? Хорошо, но это только один элемент. Хорошо, тогда ясное намерение, как правило, является очень важным элементом, который мы должны иметь, чтобы приступить к работе. И чем более последовательный мозг, тем более четкий сигнал для этого намерения. Значит, с намерением и вниманием мы действительно могли бы сделать мысль более реальной, чем что-либо другое. Что ты сейчас говоришь? Каково это быть богатым? Каково это быть изобильным? На что это было бы похоже, если бы все мои потребности были удовлетворены? Каково это иметь больше, чем мне нужно? Что бы я делал, если бы у меня было все, что я когда-либо хотел? Ответ всегда один и тот же. Ты начинаешь раздавать вещи. Потому что, если изобильный человек действительно изобилует, зачем ему держаться? Они сказали бы, что у меня нет недостатка. Здесь есть что-то еще для всех. Хорошо, однако оказывается, что посланного сигнала недостаточно. Ты должен вернуть себе этот опыт. Значит, посылаешь сигнал в его когерентный мозг. Финансовая свобода, что бы это ни было. Все это разные вещи, верно? Верно. Что бы это ни значило для тебя. Что бы это ни было. Выкладывай это сигналом, с намерением и вниманием, верно? А как ты тогда рисуешь? Так что в физическом мире, в физическом мире, ты должен пойти и получить это. Ты должен что-то сделать. Это план демонстрации. Ты должен пойти и забрать его. А когда ты испытываешь недостаток, пока это не произойдет, верно? Итак, я слышу, как ты говоришь, что есть способ не преследовать, а привлекать. Хорошо, значит, если ты создаешь из поля, а не из материи, верно? Есть очень большая вероятность, что ты сократишь дистанцию между мыслью о том, чего ты хочешь, и ощущением того, что ты это имеешь. И когда есть вибрационное соответствие между твоей энергией и тем будущим, которое ты хочешь испытать сейчас, если ты творишь из поля, ты на самом деле никуда не идешь, чтобы получить это. Ты действительно притягиваешь это к себе. Итак, вот и все совпадения, прозорливости, совпадения, возможности. И они появляются из ниоткуда. А ты говоришь, я не понимаю. Я ничего не делал. Ты изменил свою энергию. И тогда другой элемент, это связанное сердце, верно? А у сердца есть магнитная подпись. А магнитная подпись это то, что притягивает к нам реальность, верно? Значит, ты сочетаешь это ясное намерение с ясным умом. Теперь вот ключ. Это требует практики. Да, потому что человек, который живет в нужде, обычно недостоин, обычно не уверен в себе, обычно находится в своем прошлом. Они обычно расстроены. Они обычно нетерпеливы. Они обычно обижаются, потому что там ничего не меняется, потому что это занимает слишком много времени. Это все. Требуется много времени, когда ты делаешь что-то важное, верно? Значит, если ты их научишь хорошо, мы все об этом знаем. Мы знаем историю, стоящую за этим. Мы знаем, что твои родители говорили тебе о деньгах. Все остальное. Не беспокойся об этом. Не беспокойся об этом. Но теперь давай сделаем что-нибудь, что было бы действительно круто. Давай запишем чувство о том, чтобы ты чувствовал, если бы это будущее произошло. И тебе придется испытать это чувство до того, как оно возникнет. Так что теперь хорошо, что чувствует изобильный человек. Почти бесплатно. Много свободы, покоя, возбужденный, радостный, влюбленный в жизнь, благодарный за то, что жив. В изобилии. Хорошо, теперь давай потренируемся чувствовать это. Оказывается, когда ты испытываешь другие эмоции, такие как обида, нетерпение и разочарование, ты нажимаешь на педаль газа, просто включаешь симпатическую нервную систему. И ты одновременно нажимаешь на тормоз. В одно и то же время, то есть ты злишься, ты расстроен. Но нервная система «сражайся или беги» говорит, «беги, сражайся или прячься». И ты сидишь на собрании зум, и твоя шея пульсирует, потому что сердце бьется против закрытой системы, верно? Ты не используешь его адаптивным образом. Значит, сердце начинает выходить из строя. Он начинает стрелять бессвязно, и бессвязные волны нейтрализуют друг друга. Это называется деструктивным вмешательством. И тогда мы перестаем доверять нашему будущему. Энергия покидает сердце. Энергия покидает мозг. Энергия покидает сердце. И ты не можешь войти в контакт с ощущением своего будущего, потому что выживание — это гормоны стресса. Все эти эмоции. Выживание сейчас не время творить, верно? Пришло время бежать, сражаться и прятаться. Хорошо, значит, мы должны отказаться от того, что использовали всю свою жизнь, чтобы получить то, что мы хотим. Привычка делать это таким образом, чтобы произошло что-то большее. Хорошо? А что произойдет, если мы попытаемся создать из эмоций выживание? Это просто занимает много времени. Ты просто будешь форсировать это понемногу, шаг за шагом. Ты заставишь это сделать. Ты заставишь это сделать. Ты будешь бороться за это. Ты будешь бороться за это. И ты будешь манипулировать. Ты будешь жульничать. Ты будешь лгать. Ты сделаешь все, чтобы получить то, что ты хочешь, потому что это то, что имеет значение. Имеет ли значение, когда это пытаются изменить? И все играют в эту игру, верно? Все пытаются накопить как можно больше вещей, верно? Хорошо? Так вот что значит изобилие для определенных людей. Возьми столько вещей, сколько сможешь. Хорошо, ты этого хочешь. Это не проблема. Но давай выучим формулу того, как творить верно? Значит, тогда ты должен был бы испытать эти эмоции до того, как произошел этот опыт. И если бы ты понял это, ты мог бы отделить все свое внимание от этой трехмерной реальности и не обращать внимания ни на что известное. И пойми, что это поле создает материю. Это вещество, которое излучает поле. И если бы ты мог добраться до этого места и изменить свою энергию с ясным намерением и возвышенными эмоциями, твое сердце начало бы биться в этом прекрасном ритме, как барабан. Мы измеряли это так много раз. И когда это произойдет, произойдет следующее. Сердце информирует мозг. Теперь творить безопасно. Итак, человек расслабляется в настоящем моменте. А потом мы видим это, как если бы ты взял большую простыню и одеяло и пошел вот так. Энергия сердца на самом деле сообщает мозгу перейти в эти прекрасные элегантные состояния альфа. Мозговые волны, когерентный альфа-паттерн. И это говорит о том, какой следующий сон, что будет дальше, какую следующую возможность ты хочешь испытать. Это состояние творения. Значит, теперь у тебя есть сигнал Wi-Fi. У тебя связанный мозг. Это директива. Это сигнал. И у тебя такое связное сердце. Это то, что привлекает его к нам, верно? Ты комбинируешь эти два, и если есть вибрационное соответствие между твоей энергией и этим потенциалом в квантовом поле, и ты чувствуешь изобилие. И чтобы твой мозг не ассоциировал с изобилием, это твой выбор. Вот что такое творческий процесс. Это творческий центр. Лобная доля мозга на самом деле говорит, каково это быть творческим или изобильным. Я не знаю, каково это быть изобильным. Тогда иди и прочти несколько книг о людях, которые действительно стали богатыми, и понял, что это не был славный процесс. Они с треском провалились. Их предали. Они извлекли много уроков, но они выстояли, и какие качества этого человека ты мог бы воплотить? Это... Это ключ, верно? Потому что дело не в богатстве. Это то, кем ты становишься. Верно? Потому что люди думают, что это связано с их богатством. Но это процесс становления. Это преодоление этого. Верно? Конечно. Так что тогда, так что тогда ты должен развернуть линкор. Потому что большинство людей говорят, я не могу чувствовать благодарность за свое богатство, потому что этого еще не произошло. Это и есть гипноз, ждать, когда произойдет переживание, чтобы почувствовать благодарность. Это ньютоновская. Это трехмерная реальность. Это причина и следствие квант. Ты должен почувствовать это, чтобы испытать это. Хорошо, значит, это сердце становится чем-то вроде усилителя и посылает этот сигнал наружу. И эта частота может нести мысль о твоем изобилии. Страдание не может нести мысль о твоем изобилии. Недостаток не может нести мысль о твоем изобилии. Это другая частота. Мы испытываем разные чувства, например, страдания. У нас разные мысли. Чтобы люди могли говорить изобилие, 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 все, что они хотят. Но эта мысль никогда не доходит до тела, потому что она останавливается в стволе мозга. Потому что тело говорит, я несчастен, я несчастен, мне чего-то не хватает, верно? Значит, аффирмация не работает, верно? Хорошо, давай сделаем еще один шаг вперед. Да. Так что если ты будешь практиковать это, и ты действительно поймешь, знаешь что. Мы учим этому довольно хорошо. Но если ты научился этому точно так же, как научиться играть в гандбол, или научиться бить по мячу для гольфа, научиться танцевать сальсу, ты просто практиковал форум. И у тебя это действительно хорошо получалось. Если бы ты делал это правильно, то каков был бы результат? Эксперимент с изобилием будет заключаться в том, что ты должен будешь испытать это чувство. Это так хорошо делать с закрытыми глазами. Теперь ты должен делать это с открытыми глазами. Почему? Потому что если ты испытываешь чувство своих эмоций, своего будущего, ты больше не ищешь их. Потому что ты сейчас в будущем. Твое тело настолько объективно, что оно верит. Это значит жить в той реальности, где ты в изобилии. И пока ты чувствуешь эту эмоцию, ты больше не отделен от нее. Ты больше не испытываешь недостатка. Ты больше не ждешь, что это произойдет. Скажи, почему этого до сих пор не произошло. Если ты чувствуешь изобилие, почему ты должен выглядеть правильно? Тогда наша задача — уметь поддерживать это измененное состояние ума и тела. Так хорошо, значит ли это, что ты должен завтра проверить свой банковский счет и посмотреть, есть ли на нем полмиллиона долларов? Нет, ты продолжаешь настраиваться на этот потенциал. И тут начинаются совпадения. Да, что это? Это обратная связь в твоем окружении во Вселенной, говорящая, эй, Луис, что бы ты ни делал, внезапно ты начинаешь творить. Верно? И я думаю, что людям так важно помнить, что они творцы своей жизни, а не жертвы своей жизни, верно? Итак, жертва говорит, я так себя чувствую, потому что этот человек, или те обстоятельства, или у меня нет денег, заставляют меня так себя чувствовать. Вот такие у меня отношения с деньгами. На самом деле это означает, что я использую свой недостаток, чтобы подтвердить свою зависимость, свою зависимость, свою обусловленность. Мои отношения с деньгами таковы, что я обращаю свое внимание на деньги, потому что у меня их нет. Значит, их отношения с деньгами, конечно, построены на недостатке. И поэтому, когда у них этого нет, они чувствуют себя плохо. И что они на самом деле говорят так, это то, что мое внешнее окружение, моя реальность на самом деле контролирует то, что я чувствую и как я думаю. Итак, Луи, почему ты сегодня в хорошем настроении? Дела идут хорошо. Почему у тебя плохое настроение? Дела сегодня идут плохо. Итак, бессознательная программа виктимизации говорит, что мы позволяем нашему окружению влиять на то, как мы чувствуем и думаем. Не так ли? Разве это не то, что такое виктимизация? И чем сильнее наши эмоции по поводу нашего недостатка, тем больше мы обращаем внимание на тот факт, что у нас все не так, как надо, значит человек забыл, что он создает реальность. Потому что то, что они создают, это недостаток, и они создают его еще больше. А потом они стараются сильнее, заставляют сильнее и контролируют. Они более истощены, и их тело устало, и они ломаются, верно? Значит, эксперимент таков. Давай попробуем по-другому. Давай создадим из поля, а не из материи. Соберись с мыслями. Соберись с мыслями. Расслабься в сердце, и энергия переместится прямо в мозг. Мы измеряли это тысячу раз. И внезапно человек переходит в эти красивые, элегантные состояния мозговых волн, в которых он суперкреативен, верно? Чем дольше ты осознаешь эту энергию, тем больше ты притягиваешь к себе это будущее. Так что же тогда означает синхронность? Это значит, что все, что ты делаешь внутри себя, производит этот эффект снаружи тебя. Обрати внимание на то, что ты сделал. Продолжай делать это снова. Так создай еще немного изобилия. Просто сделай это для эксперимента. Теперь, когда происходит синхронность, ты думаешь, что чувствуешь страдания? Или тебе кажется, что ты чувствуешь небольшое волнение? Ты чувствуешь вдохновение, верно? Значит, эта синхронность говорит, используй эту энергию, используй это чувство. Тебе должно быть легче почувствовать это сейчас, вернуться и сделать это снова. Продолжай эксперимент. А вот и повышение. А вот и он. Вот приходит электронное письмо. Вот идет человек, которого ты встречаешь в нужное время, верно? У нас здесь что-то происходит. И тогда это становится импульсом, верно? Тогда мы создаем изобилие. Вот как мы это делаем. И эти отношения не случаются случайно. Мы создаем это. Мы создаем изобилие, верно? Тогда, если у тебя есть часовая медитация, в которой ты настраиваешься на свое изобильное будущее, но тогда ты проводишь остальные 15 часов в день в недостатке. Не жди, что что-то изменится. Ты допустил дефолт, но ты вернулся к прежней энергии. И если ты скажешь, что это тот человек, или то обстоятельство, или тот банковский счет, я скажу, что ты вернулся к бессознательной программе быть жертвой, верно? Тогда давай сделаем еще один шаг вперед. Если твоя личность создает твою личную реальность, а это так, и твоя личность состоит из того, как ты думаешь, как ты действуешь и что ты чувствуешь, тогда нынешняя личность, которая слушает этот подкаст, создала нынешнюю личную реальность, называемую их жизнью. Там нет ничего особенного. Это значит, что если ты хочешь изменить свою личную реальность, тебе придется изменить свою личность, верно? Ничего не меняется в твоей жизни, пока ты не изменишься, верно? Значит, 95% того, кем мы являемся, происходит на автопилоте, верно? Это запрограммированные мысли, запрограммированные мысли, убеждения, восприятие, бессознательные привычки и поведение. И действительно, действительно эмоциональные реакции, которые, как правило, являются действительно рефлекторными и автоматическими, верно? Итак, если 95% того, кто мы есть, это набор бессознательных программ, то первый шаг к изменению – осознание этих бессознательных мыслей. Теперь люди думают, когда они садятся за работу и вносят свои изменения, что они делают что-то неправильно. Нет, эти мысли должны возникнуть. Я могу. Я не достоин. Это никогда не сработает. Но человек, который действительно настойчиво стремится к своему изобилию, понимает, что только потому, что у него есть такая мысль, это не значит, что это правда. Им любопытно, что находится по ту сторону этой мысли. Это просто мысль, верно? И нервные клетки, которые больше не работают вместе, больше не соединяются вместе. Так что ты продолжай двигаться дальше от этой мысли. Это имеет все меньше и меньше власти над тобой. Прямо сейчас у тебя есть власть над этим. Или еще лучше ты используешь свой мозг должным образом, вместо того, чтобы быть жертвой своего мозга, верно? Если ты жалуешься на деньги, если ты осуждаешь людей, у которых они есть, если ты спешишь, когда тебе не хватает, если ты обманываешь, когда у тебя нет того, что тебе нужно. Богатый человек так не поступает. Ты должен посмотреть на это и сказать, я должен избавиться от этих привычек. О боже, если я действительно хочу быть изобильным, я не могу так поступать. Теперь вот что самое важное. Если я действительно хочу стать новой личностью, то это в новой личной реальности. Я не могу взять тебя с собой. Я не могу смириться с недостойностью. Я не могу принять историю, которая идет вместе с этим. С моими родителями, или моими бабушкой и дедушкой, или моим бывшим, или кем угодно еще. Эта история должна закончиться, верно? Если не сейчас, то когда верно? Как люди заканчивают эти истории? Конечно. Сколько раз нам придется забывать, пока мы не перестанем забывать и не начнем вспоминать. Верно? Это же игра, верно? Это игра под названием перемены. Сколько раз мы должны впадать в бессознательное состояние и отказываться от этой старой личности? Когда мы ловим себя на том, что перестаем это делать, и приходим в сознание, это момент перемен. Проблема в том, что большинство людей просыпаются утром и думают, дай мне подумать о своих проблемах прямо здесь. Мозг это запись прошлого, верно? Значит, они думают о своих проблемах. У них не хватает денег. И эти проблемы обычно связаны с определенными людьми в определенных местах, с определенными объектами и определенными вещами. Как только это сработает? Или кто подставил меня, Сильвер? Значит, в тот момент, когда они просыпаются. В тот момент, когда они вспоминают эти проблемы, они думают о прошлом. Так что теперь они запускают и подключают память. Они хранят память о прошлом в своем сознании. Проблема в том, что с каждым из этих воспоминаний связана эмоция, потому что мы это пережили. Так что когда они чувствуют нехватку, когда они чувствуют несчастье, когда они чувствуют беспокойство сейчас, тело в прошлом. Мысли это язык мозга, чувства это язык тела. То, как мы думаем и что мы чувствуем, создает наше состояние бытия. Но процесс обусловливания начинается, потому что для обусловливания нужны только мысли, чувства, воспоминания или образ, эмоция, стимул и реакция. И ты заставляешь свое тело становиться разумом этой эмоции. А теперь память не в мозгу. Теперь память подсознательно похоронена в теле, и тело становится разумом этой эмоции. Значит, тело живет в недостатке и верит, что тело есть. Это через нервную систему, или это происходит через нейрохимические клетки? Все. Значит, тело настолько объективно, что не знает разницы между реальным жизненным опытом, который создает нехватку, и эмоцией, которую ты создаешь одной мыслью, называемой нехваткой. Тело верит, что оно каждый день переживает один и тот же прошлый опыт. Почему? Потому что конечный продукт переживания – это эмоция. Если твоя жизнь меняется, но ты все еще чувствуешь нехватку, не жди ничего такого, чего ты даже не увидишь. Ты пройдешь мимо этого. Ты смотришь на свою жизнь сквозь призму прошлого. Хорошо, так хорошо. И тогда человек понимает, что все его друзья зарабатывают деньги, и они что-то делают, и они такие, вау, я действительно чувствую, что мне сейчас не хватает. Итак, когда речь больше не идет о твоем изобилии, а идет о твоих переменах, это ценный момент. Когда речь идет уже не о твоем исцелении, а о твоем изменении. Я обратил внимание на многих людей, и за последние пару лет рассказал их историю. Люди, которые исцеляются в этой работе от рака и всех видов хронических заболеваний, и болезни Паркинсона, и инсультов, и паралича, и всего остального. Это редкие генетические нарушения. Дело никогда не было в том, когда они действительно вошли в игру. Речь никогда не шла об их исцелении. Речь шла о том, что мне нужно изменить, чтобы исцелиться. Когда игра идет вот так, значит человек, который чувствует нехватку на том или ином уровне, это не только в уме, это в теле, верно? Так дай мне услышать, как ты это скажешь еще раз. Когда кто-то ищет изобилие, это никогда не связано с изобилием. Речь идет о переменах, которые им нужно внести для исцеления. Нет, я использую исцеление в качестве примера. Но давай возьмем изобилие в качестве примера. Когда ты понимаешь, что ты не можешь получить изобилие, когда речь идет уже не об игре под названием изобилие, а об игре под названием перемены. Что мне нужно изменить? Чем больше я меняюсь, тем больше я буду изобиловать. Да. Значит, этого больше нет. Почему этого до сих пор не произошло? Это старая личность, отделенная от опыта, все еще испытывающая недостаток. Задавая этот вопрос, который создает твою нынешнюю реальность, что подтверждает это? Потому что это линза, через которую ты воспринимаешь это. Хорошо, значит, мы должны больше сосредотачиваться на том, что нам нужно менять каждый момент, а не на изобилии или исцелении. Слово «медитация» означает познакомиться. Посиди с самим собой достаточно долго и не включай свой мобильный телефон. Не листай свои социальные сети и не делай никаких тикток, никаких электронных писем, ничего подобного. Не сиди просто так, закрыв глаза и наблюдая за возникающими мыслями. Это именно та причина, по которой ты не в изобилии. Следи за тем, что ты хочешь делать, когда чувствуешь, что тебе чего-то не хватает, и устрани этот недостаток. И всегда есть что-то, что ты мог бы сделать, чтобы забрать это. Но посиди с этим недостатком и полюбопытствуй, что находится по другую его сторону. Верно? Потому что тело сейчас запрограммировано на недостаток подсознательно. Верно? Значит, эмоция нехватки управляет нашими мыслями и нашим поведением. Тогда имеет смысл, что если эмоция – это запись прошлого, то мы делаем привычные вещи из прошлого. Мы думаем о прошлом, верно? Так что убавляй громкость эмоций каждый раз, когда замечаешь, что возникает нехватка. И точно так же, как избавление от любой зависимости, будет и тяга, верно? Итак, тело говорит, эй, Луис, прошло около двух часов с тех пор, как ты так привык это делать. Да, ты думал о недостающих мыслях примерно 150 раз в день, и ты просто собираешься остановить тело. Тело начнет влиять на разум. Это не сработает. Ты неудачник. Раньше это не срабатывало. Это слишком тяжело для всех остальных. Вот почему людям так трудно сбросить вес или привести себя в форму. Ты мог бы попробовать это в течение нескольких дней, а потом захотелось. Или я устал и хочу вернуться по умолчанию к прежней личности. Потому что почему? Потому что тело, которое было обусловлено, умер. Тело — это бессознательный ум. Значит, тело привыкло к знакомому ощущению. Даже они даже не знают, что это недостаток. Это просто то, что они чувствуют. Это не чувство вины. Так дай мне закончить. Хорошо, значит, самое сложное во всем этом — сделать другой выбор. И в тот момент, когда ты решишь сделать другой выбор, будь готов. Это будет неудобно, верно? Это будет непривычно. Твое тело внезапно говорит, «Эй, Луис, почему бы тебе не начать думать точно так же? Делай то же самое, делай тот же выбор, демонстрируй то же поведение, получай тот же опыт». Чтобы ты мог почувствовать это чувство нехватки, снова пожаловаться кому-нибудь, позвонить кому-нибудь и сказать, как несчастна твоя жизнь верна. И это известное верно, значит тело всегда воздействует на разум, заставляя его вернуться на знакомую территорию. Дефолт. Дефолт. Хорошо, хорошо. Итак, теперь человек говорит, «Хорошо, какие мысли я не хочу». Что бы так подумал богатый человек? Люди в нашей работе, которые создали. У меня был парень, который пришел на наше мероприятие. Я люблю этого парня. Он исцелил себя. Он трижды пытался лишить себя жизни. Он сказал мне, что когда он пришел к нам на работу, у него не было двух долларов, чтобы потереть их вместе. Сейчас он стоит сотни миллионов долларов и просто продолжает раздавать их. Вау. Это его урок. Его урок не был таким. Дело было не в богатстве, а в том, кем он стал. Значит, это процесс преодоления. Это и есть процесс становления. Кем он стал в этом путешествии? Точно. Он должен был преодолеть все эти мысли о своем прошлом, все ошибки, которые он совершил, все, что он сделал неправильно, все деньги, которые он задолжал там, все это. Это было похоже на то, что он просто больше не должен был быть тем человеком. Но он действительно сказал, как будет жить богатый человек. А когда он создал свое богатство, что ты думаешь? Первое, что он сделал, начал отдавать, отдавать это даром. Почему? Потому что у изобильного человека нет недостатка, и он знает, как создать его больше. И он участвует в эксперименте. Что произойдет, если я продолжу раздавать его? Он продолжает получать все больше. Это хороший эксперимент, потому что он действительно живет в этом изобильном состоянии. У него тоже происходили потрясающие исцеления. Потому что когда ты исцеляешь свое сердце, исцеляй свой разум. Так оно и есть. Мы видели это так много раз, верно? Значит, он исцелил свое сердце. Он получил повышение. Он получил повышение, верно? Тогда следующий фундаментальный вопрос заключается в том, как бы думал человек с избытком. Запиши это, чувак, и запусти эти мысли в свой мозг, и установи оборудование. Продолжай делать это со вниманием и намерением. Это становится новым голосом в твоей голове. Это становится программной программой. Тогда скажи, хорошо, как я собираюсь быть в своей жизни сегодня? Что бы сделал богатый человек? Как бы они себя повели? И прежде чем ты потянешься за своим мобильным телефоном, начни просматривать свои социальные сети. Закрой глаза и прорепетируй в уме, как этот человек будет ходить, как он будет дышать, как он будет улыбаться, как он будет приветствовать людей. Как он будет отвечать на телефонные звонки, как он будет находиться в пробке. Как бы они себя вели за ужином. И акт закрытия твоих глаз и мысленной репетиции акта. Если ты действительно присутствуешь, мозг не знает разницы между реальным жизненным опытом и тем, что ты воображаешь. На самом деле пройдет совсем немного времени, и ты начнешь устанавливать неврологическое оборудование, чтобы выглядеть так, как будто ты уже это сделал. Теперь мозг больше не является записью прошлого. Это рассчитано на будущее. Продолжай это делать. Продолжай репетировать. Это ничем не отличается от игры на музыкальном инструменте. Это ничем не отличается от обучения танцам. Это ничем не отличается от обучения актерскому мастерству или занятиям спортом. Все всегда репетируют, верно? Процесс репетиции меняет мозг, чтобы выглядеть так, как будто ты уже это сделал. Ты уже испытал это на себе. Теперь, что является существенной частью этого? Оборудование на месте. Теперь все, что тебе нужно сделать, это войти вслед. Продолжай это делать. Это становится программной программой. Ты начинаешь вести себя как богатый человек. Все меняется. Твоя энергия меняется, меняется твое настроение, меняется твоя походка, то, как ты дышишь, меняется твоя осанка. Ты вышел за рамки известного верно? Ты должен подготовить свое тело сейчас эмоционально к будущему. Не открывай глаза утром, пока не почувствуешь себя достойным приема. А если ты не можешь чувствовать себя достойным получать, то если не сейчас, то когда? Если тебе потребуется два часа, чтобы добраться туда, спроси меня, стоит ли это 30 лет беготни, пытаясь получить то, что тебе нужно, от материи к материи. Хорошо, тогда человек, который борется со своим недостатком, выходит с трибун и оказывается на игровом поле. Вот что мы узнали. Вот что мы узнали. Давай теперь вернемся к верованиям. Так что помни, вера, это всего лишь мысль, которую ты продолжаешь обдумывать снова и снова. Убеждение это то, о чем ты продолжаешь думать столько раз, что оно встроено в твой мозг и становится автоматической программой. И у нас есть убеждения о самых разных вещах. Деньгах, отношениях, боги, что бы это ни было. Все это основано на том, что нам говорили или на нашем прошлом опыте, верно? Границы этих убеждений это наши эмоции, верно? Давай просто предположим, что тебя предали или кто-то оскорбил тебя, или твой отец сказал тебе, что деньги это плохо и их никогда не бывает достаточно или что-то в этом роде. Эта история хорошо, но каким-то образом она произвела на тебя впечатление. Запомни, это событие очень ясно. И это отчасти коренится в том, кто ты есть, верно? Хорошо, значит, это эмоция граница нашей веры. Хорошо и так, то, как ты думаешь и что ты чувствуешь, создает твое состояние бытия. Ты берешь мысли-чувства. Мысли-чувства, мысли-чувства. Мысли-чувства. Это называется отношением. Серия хороших мыслей, серии хороших чувств. Ты говоришь, у меня сегодня хорошее отношение. У тебя есть ряд негативных мыслей, которые связаны с рядом негативных чувств. Ты говоришь, у меня сегодня плохое настроение. Значит, отношение это просто укороченное состояние бытия. Хорошее отношение утром, плохое отношение днем. Если ты занимаешь позицию, позицию и позицию, и продолжаешь это делать, и связываешь позиции воедино, ты создаешь то, что называется убеждением. Вера это просто расширенное состояние бытия. Так что если ты продолжаешь думать об одной и той же мысли, ты продолжаешь жестко закреплять ее в мозгу. Ты продолжаешь испытывать то же самое чувство. Ты сохраняешь обусловленность в своем теле. повторение этого цикла снова и снова приводит к тому, что тело подсознательно становится разумом этой веры и все убеждения это подсознательные состояния бытия хорошо, возьми веру, веру, веру и свяжи их вместе ты формируешь то, что называется восприятием а восприятие это просто такие расширенные состояния бытия, что мы бессознательны и тогда мы редактируем реальность на самом деле большинство людей видит вещи не такими, какие они есть они видят вещи такими, какие они есть, верно? а люди всегда бессознательно заполняют реальность, основываясь на своей памяти они могут быть женаты на человеке 40 лет и не видеть этого человека они видят память человека, верно? и есть исследования, чтобы доказать это хорошо, так как же нам изменить убеждение или представление о себе на всю жизнь? хорошо, мы изучили это хорошо, давай просто скажем, что этот недостаток укоренился там ты понял историю ты жил на улице ты потерял все тебя предали твой деловой партнер забрал все забрал твою жену забрал у тебя историю пополам хорошо, хорошо ты должен начать рассказывать новую историю будущего, верно? ты должен верить в это будущее больше, чем в прошлое так как же ты это делаешь? ты веришь в прошлое только тогда, когда испытываешь эмоции прошлого единственный раз, когда ты поверишь в будущее это когда ты почувствуешь эмоции в будущем, верно? хорошо и так, для того, чтобы мы изменили убеждение или представление о себе и своей жизни мы должны принять решение с таким твердым намерением, чтобы амплитуда этого решения несла в себе уровень энергии, который превышает запрограммированные программы в вашем мозгу и эмоциональную обусловленность в вашем теле. И твое тело буквально должно реагировать на твой разум, чтобы выбор, который ты делаешь, чтобы измениться в этот момент, стал моментом времени, который ты никогда не забудешь. И вот ключ. Физически. Физически, чем сильнее эмоции, которые ты испытываешь, когда делаешь этот выбор, тем больше ты помнишь это решение. Хорошо, так как же нам тогда избавиться от этого старого убеждения? Если травма создала эмоциональный коэффициент равный шести или семи, тогда твое решение изменить свои убеждения должно быть девятым, верно? И ты должен выйти из своего арестантского состояния, и этот момент должен определить тебя. Ты мог бы сказать, я точно знаю, где я был, в какое время и в какой день это было, с кем я был, когда решил измениться, верно? Потому что ты создал долговременную память. Долговременные воспоминания создаются из сильных эмоций, верно? Но если амплитуда этой эмоции больше, чем бум-предательство, тело начинает реагировать на разум, тогда ты на самом деле даешь своему телу почувствовать вкус будущего эмоционально. Значит, ты клеймишь свое, что возможно? Нет, твое тело на самом деле чувствует вкус этого будущего события. Сейчас он переживает будущее. Точно. Большой взрыв в квантовом поле. Большой взрыв. Так что побочный эффект этого заключается в том, что если вы сочетаете это ясное намерение с этой возвышенной эмоцией, вы по сути вспоминаете свое будущее. И это выглядит так же, как вспоминать свое прошлое. Мысли неврологически в рамках цепи этой памяти, и чувствуй в эмоциях эту новую веру, и наблюдай, как твоя жизнь начинает меняться. Потому что в нашей жизни ничего не меняется из того, что мы меняем. И когда мы меняем нашу энергию, мы меняем нашу жизнь. Так что теперь эксперимент внезапно больше не основан на том, чтобы быть трудным, или пытаться, или желать, или хотеть, или надеяться. Это то, что мы делаем, когда нам не хватает разлуки. Речь идет о переменах. Значит, когда мы наконец осознаем, что для того, чтобы стать изобильными, мы должны преодолеть старую личность. И это 95% того, кто мы есть. Верно? Да. Значит, побочным эффектом начала этого процесса является сильный дискомфорт. Это большой дискомфорт, потому что ты выходишь за пределы известного в неизвестное, и теперь ты не можешь предсказать. Это страшно. Нет, нет. Ты бы предпочел держаться за свою нехватку, за боль и страдания. Лучше расскажи историю об этом. По крайней мере, это заставляет тебя чувствовать что-то знакомое, когда ты выходишь на улицу и говоришь, «Я больше не собираюсь жаловаться на деньги». «Я не собираюсь жаловаться на то, что у меня их нет». «Я не собираюсь судить других людей, которые это делают». «Я не собираюсь говорить, что могу». «Я недостоин». «Это никогда не сработает». «Все эти вещи должны исчезнуть». «Я не собираюсь испытывать недостатка». «Я не собираюсь чувствовать себя недостойным». «Я не собираюсь чувствовать разлуку». Я не собираюсь обижаться. Это те вещи, которые поддерживают мою реальность неизменной. Теперь дело уже не в изобилии, а в том, кем ты становишься. Итак, процесс преодоления становится процессом становления. И так много людей приходит на эту работу. Они хотят изобилия. Они хотят исцеления. Они хотят новых отношений. Они хотят новую карьеру. Они хотят мистического. Но на самом деле они хотят целостности и хотят исцеления. Они хотят мира. Они хотят целостности, потому что чувствуют себя целостными. Когда ты испытываешь недостаток или ты в разлуке, ты нецелостен. Представь, что ты чувствуешь такую целостность, которую невозможно желать. Это то, над чем мы работаем с людьми. Тогда ты действительно сможешь насладиться закатом. Тогда ты действительно сможешь насладиться едой. Тогда ты сможешь по-настоящему наслаждаться своими друзьями. Тогда ты можешь. Я разговариваю с людьми, которых очень много. Я имею в виду миллиарды в изобилии. И ты знаешь, так много из них говорят, что мы страдаем, потому что мы в агонии, потому что они больше не могут наслаждаться жизнью. Это то, чего они хотят. Люди хотят изобилия, чтобы иметь возможность наслаждаться жизнью. Они хотят иметь возможность делать все, что захотят, с кем захотят, столько раз, сколько захотят, где захотят. Это же свобода, верно? Или люди хотят изобилия. Основная мысль на самом деле заключается в том, что они хотят свободы, верно? Или что там их спонсоры сочли бы правильным. Значит, творение из поля, а не из материи, чтобы сократить расстояние между причиной и следствием, требует четкого намерения, возвышенных эмоций, связанного мозга и связанного сердца. Настройся на эту энергию и почувствуй ее своим мозгом и сердцем. И у нас есть много способов сделать это. Исследуй свою личность и исследуй свою личную реальность. Измени свою личность. Измени свою личную реальность. Не делай так, чтобы это было связано с изобилием. Становишься изобильным, преодолевая человека, у которого нет изобилия. Человек, который излечивает себя от состояния здоровья, который больше не думает так же, больше не действует так же, больше не чувствует так же. Ты спроси их, где эта болезнь. Когда они стоят на сцене перед одной целой пяти десятых или тремя людьми, а это четырехминутная миля, все наклоняются вперед. Это правда. Прямо на сцене они говорят, где это? Где эта болезнь? О, это живет в старом человеке. Я кто-то другой. Это похоже на то, что я даже не знаю. Это даже не история. Это даже не то, кем я больше не являюсь. И вот, о чудо, когда мы проводим наши исследования, и люди делают это за семь дней, едя ва-банк. В конце семи дней их тело выглядит так, как будто генетически со всеми метаболитами они буквально находятся в другой среде. Вот что странно. Они в бальном зале, верно? В бальном зале мало что происходит. Что происходит в бальном зале? Я был в тысячах бальных залов, но окружающая среда почему-то выглядит так, как будто они живут в очень процветающей, очень здоровой, очень любящей, заботливой, очень целостной среде. Почему? Потому что они подавали сигналы генам раньше, чем окружающая среда. И если окружающая среда сигнализирует гену хорошо, это эпигенетика. Конечный продукт опыта в окружающей среде, это эмоция. Если ты испытываешь эмоцию до переживания, ты сигнализируешь гену раньше окружающей среды. И гены создают белки, а белки отвечают за структуру и функции твоего тела. Посмотри на Джека, кстати, мне это нравится. Посмотри на эту мышцу вот здесь. Экспрессия белков — это выражение жизни. Значит, ты действительно становишься изобильным. Ты действительно становишься таким человеком. А у людей, которые по-настоящему богаты, нет проблем с потерей вещей. Я собирался спросить тебя следующим образом. Допустим, ты зарабатываешь миллион долларов в своем бизнесе, но потом ты вкладываешь их в фондовый рынок или что-то еще. А потом половина денег уходит в одночасье. У кого такого не бывает, верно? Это случается с каждым богатым человеком, и их реакция минимальна. Так о чем же должны думать люди, когда они теряют много денег или что-то теряют? Не упусти урок. Ты можешь потерять деньги, но не упусти урок. Должны ли люди испытывать такую эмоциональную привязанность к потерянным деньгам? Что такое деньги? Чего же на самом деле хотят люди? Это как люди говорят мне. О, у меня есть отличная идея для этого нового бизнеса, и мне нужны деньги. И я говорю, тебе не нужны деньги, тебе нужны возможности. Тебе нужна возможность. Лучше настройся. Есть же какие-то возможности, верно? Так это обрамление того, насколько ограниченными мы считаем, что мы должны добиваться чего-то с помощью денег. Это просто не так, как есть. Итак, фундаментальная важность всего этого заключается в том, что мне действительно все равно, хотят ли люди быть изобильными. Мне все равно, хотят ли они исцелиться. Меня не волнует, хотят ли они иметь ребенка. Мне все равно, что я хочу путешествовать по миру. Для меня это не имеет значения. Я просто хочу, чтобы они участвовали в эксперименте. Эксперимент по-настоящему испытать это и увидеть Бога. Если я действительно изменю свою энергию, смогу ли я действительно добиться эффекта, который будет произведен в моей жизни? И если я жду, когда произойдет это событие, я возвращаюсь к иллюзии разделения и нехватки, ожидая, когда это произойдет, чтобы забрать это. Если я действительно творец. Так давай скажем, давай скажем, что они не ждут. Что им делать? Вместо того, чтобы ждать? Продолжай испытывать это чувство в настоящий момент и доверяй. Послушай, если ты, если ты ждешь, ты не создаешь. Так оно и есть. Так просыпайся каждый день. Насколько сильно ты этого хочешь? Насколько сильно ты хочешь свою мечту? Гораздо легче забыть это видение, чем запомнить его, верно? Так что если ты собираешься запомнить, ты должен сохранить это живым в своем сознании. Как ты сохраняешь это живым в своем сознании? Ты отключаешься от своего окружения. Ты закрываешь глаза, ты включаешь музыку на заднем плане. Ты усаживаешь свое тело, и ему нужно пописать, и ему нужно поесть. Ты просто присядь на несколько минут. Это все равно, что дрессировать такую собаку, как ты. Останься. Когда я говорю, что пора вставать, мы встаем. Не думай о том, что произойдет в твой день. Ты уже знаешь, что произойдет. Я не думаю, что это случилось вчера. Ты уже знаешь это. Войди в настоящий момент и скажи, кем я хочу быть, когда открою глаза, кем я хочу быть сегодня. Как бы выглядело величие, как бы один день, один выстрел, одна жизнь. Что бы сделал богатый человек, дай мне отрепетировать это с закрытыми глазами. Позволь мне напомнить себе, кем я не хочу быть. Позволь мне напомнить себе, кем я хочу быть. Давай не будем вставать, Луи, пока не разберемся с этим. Туда, где теннисный мяч попадает в самое сладкое место, когда ты уходишь. О, теперь я готов к этому дню. Игра начинается. Если ты можешь поддерживать это измененное состояние ума и тела весь день, не нарушая его, видя кого-то или делая что-то, оставайся в этом состоянии. Эксперимент все еще продолжается, и ты меняешь свою энергию. Это не происходит за два дня. Ты не настолько хорош, верно? Вот и все. Ты не настолько хорош. Продолжай тренироваться. Люди, которые появляются 21 неделю подряд. Эта женщина 21 неделю подряд. Конец 21 недели. Она знала это. Бум. Вся ее жизнь изменилась. Бум. Это стоило 21 дня? Спроси ее об эксперименте. Она просто меняла процесс. Люди, у которых диагностированы действительно серьезные проблемы со здоровьем, и они начинают заниматься медитациями, и они понимают, вау, Боже, мое тело чувствует себя лучше. Моя боль проходит, но мои оценки и мои снимки все еще показывают, что болезнь существует. Все в порядке. Значит ли это, что это не работает? Нет. Значит ли это, что это не работает? Это значит, что я делаю остальные 15 часов в день? О, Боже, я в беде. Я в страхе. Я отвечаю одним и тем же людям одними и теми же способами. И хочу, чтобы ты подумал вот о чем. Пока твоя реакция на все в твоей жизни остается неизменной, ты не меняешься, верно? Так что измени свою реакцию на вещи в своей жизни, и ты в процессе перемен. Значит, это потом. Теперь я должен быть хорош с открытыми глазами. Теперь я должен иметь возможность репетировать. О, Боже мой, я впал в немилость в тот момент в свое время. О, Боже, я снова стал прежним. Я вернулся сам. Да, все в порядке. Нет, это не так. Это всего лишь прощение самого себя. Как будто есть такой процесс прощения, как шут. Но если ты действительно играешь в эту игру, кого это волнует, верно? Ты просто иди, О, Боже, дай мне отряхнуться. Вернись ко мне. Позволь мне вернуться сюда, в мое сердце. Позволь мне вернуться в то место. Помнишь? Позволь мне вернуться в эту энергию, и давай попробуем это снова. Давай попробуем еще раз. Да. И давай просто продолжим эксперимент. Сейчас же. Значит ли это, что ты должен быть безответственным? Нет. Тебе все равно придется руководствоваться этикой и моралью. У тебя все еще должно быть видение, которое больше тебя и каким-то образом мотивирует тебя. Потому что ты делаешь это не только по эгоистичным причинам, но и для того, чтобы каким-то образом помочь другим. Конечно, с этим будет связано признание, популярность и возвеличивание. И деньги должны быть побочным эффектом всего этого. Игра должна быть настолько хороша в твоем видении, как то видение будущего, которое ты должен поддерживать в своем сознании. Это должна быть игра. Те, кто может сохранить это видение будущего в своем сознании прямо сейчас. И у тебя есть личность. Даже если ты, даже если твоя реальность разваливается на части. И это случилось со многими людьми. Есть люди, которые пришли к нам на работу, живут на заднем сидении своей машины, и теперь они живут очень хорошо или обанкротились. И теперь они, их компании просто процветают, процветают. Они просто, они просто никогда не переставали верить в себя. Потому что если ты веришь в себя, это означает, что ты должен верить в возможность. И если ты веришь в возможность, тебе придется поверить в себя. И поэтому, когда ты делаешь это, происходит что-то действительно классное, о чем я только недавно узнал, наблюдая за людьми на наших недельных мероприятиях. Потому что ты должен идти ва-банк. Ты должен идти ва-банк. И это семь дней, и это много, и это очень интенсивно. И бывают моменты, когда ты не хочешь появляться, потому что я толкаю людей через реку перемен. Наступает момент, когда люди продолжают заявлять о себе. Они продолжают появляться сами, несмотря на погоду, несмотря на то, что у них болит нога, несмотря на их плохие сны, несмотря на их что угодно, их ссоры с кем бы то ни было. Они продолжают появляться. Они действительно достойны того, чтобы их получить. Они чувствуют себя действительно достойными, как и я достоин получить этот подарок. И вселенная дает нам только то, что по нашему мнению мы достойны получить верно. значит, мы должны дойти до этого момента, потому что так много людей, которые испытывают недостаток, почему-то не чувствуют себя достойными, верно? Тогда изобилие становится признаком того, что ты наконец стал достойным. А что касается души, то дело не в изобилии. Речь идет о том, чтобы овладеть своим достоинством, а отражение – это то, что ты накапливаешь. Какова стратегия, чтобы начать верить, что мы достойны того, чтобы нас принимали? Теперь наполни свой мозг как можно большим количеством знаний и слушай. Мой отец постоянно говорил мне это. Он бы сказал, подожди, подожди, подожди второй, подожди второй. Просто сядь со мной здесь. Если кто-то еще может это сделать, ты тоже мог бы это сделать. Давай просто начнем с этого. Так как же эти люди это сделали? Давай посмотрим, что они сделали. Хорошо, давай учиться. Это школа величия. Давай изучать величие. На что похоже величие? Бескомпромиссная воля-непобедимость, руководи своим сердцем, приспосабливайся и вноси изменения. Отпусти прошлое, подари жизнь, проживи ее полностью и полностью, прими ее и наслаждайся ею. Я не знаю, ты пишешь сценарий и рассказываешь историю своего будущего, вместо того, чтобы рассказывать историю своего прошлого. Следи за моим уловом. Так как же мы поступим? Должны ли мы говорить с другими о нашем будущем? Или мы должны больше держать это в уме, чем в наших телах? И как бы говорить это самим себе? Что происходит, когда ты говоришь, что я собираюсь делать это, и я собираюсь делать это, и это мое будущее? Это отличный вопрос. Я действительно не выдаю этого. Я никогда не выдаю это, потому что, если я работаю над чем-то, я держу это в руках верно? Я не хочу этого делать, когда знаю, что это произойдет. Вот тогда я скажу, эй, ребята, вы же не поверите в это верно? Значит, это больше для тебя верно? Послушай, ты знаешь, когда ты знаешь, когда ты меняешься, когда ты перестаешь говорить об этом, вот тогда ты понимаешь, что меняешься. Потому что ты выбыл, ты покинул трибуны и оказался на игровом поле. Смотри, так много людей приходит к нам на работу, Льюис, и они говорят. Я всегда верил, что это возможно. Вся эта информация, кажется. Я видел, как люди исцеляли их. Некоторые люди творят. Я понимаю. Я просто не верил, что это сработает для меня. О, это важный момент. Сейчас важный момент. Теперь ты был в игре. Ты на игровом поле. Ты вышел с трибун, как будто у нас были люди, стоящие на сцене. Кто-то на сцене в эти выходные в Денвере только что сказал, «Боже мой, я действительно верю, что это сработает». Я просто не верил, что смогу исцелиться. Я не поверил. Я действительно в это не верил. Я действительно не верил, что она врач. Это врач. Я действительно не верил, что смогу исцелиться. Теперь речь идет уже не об исцелении. Речь идет о преодолении веры. Каждый день она должна принимать это решение с таким твердым намерением, что амплитуда этого решения заставляет ее тело реагировать на ее разум. И в этот момент она переписывает веру. И если ей этого не хочется, не жди, что в твоей жизни что-то произойдет. Ты должен выйти из своего состояния покоя. Ты должен сделать этот выбор для всех людей, которые приходят на твои мероприятия. И просто в жизни одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди, это последовательность в выполнении этих вещей. Да, на самом деле трудно пойти и попробовать это один раз. Нет. Но вот в чем дело. Вот это. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Давай просто скажем, что ты участвуешь в эксперименте, и теперь эта вера прямо тебе в лицо. Я гарантирую тебе, что дискомфорт от того, что это убеждение прямо тебе в лицо, заставит тебя утром встать с постели, и ты столкнешься с ним лицом к лицу. У нас с людей есть врожденная способность хотеть преодолеть свои ограничения. Это там верно? Итак, сообщество, которое у нас есть, делает эту работу. Они не такие, о боже, я должен идти творить сегодня. Это не их игра. Магия так хороша. Они появляются, потому что не хотят, чтобы волшебство заканчивалось и уходило. Да, они делают это не для того, чтобы угодить Богу. Поступай правильно, будь духовным. Ничего подобного. Это не обязательство. Это то, чего они действительно с нетерпением ждут, потому что эксперимент в их жизни создает все эти замечательные возможности. И в нашей работе много людей, которые начали новый бизнес, который глушит, глушит, глушит. И они никогда не станут жертвами этих обстоятельств, верно? Они просто не позволили бы им этим обстоятельствам определять их верно? Что определяло их так это видение будущего? И это видение они должны были сохранить живым. И эмоция была той энергией, которая привела их прямо к этому. Если тебе понравилось это интервью, то я знаю, что тебе понравится то, что мы сейчас придумаем. Был исследователь из Ельского университета, который в 1940-х годах изучал электромагнитные поля вокруг живых организмов. А в 1940-х годах в Ельском университете никто этим не занимался. И он был виталистом. Он хотел понять невидимые поля вокруг живых организмов. И он начал изучать яйца. Все виды яиц, куриные яйца, яйца ласточек, яйца рептилий, яйца змей, яйца саламандр. Здесь есть все виды яиц. И он использовал магнитометр, и что он обнаружил? В 100% случаев, независимо от того, какое яйцо он измерял, положительный заряд всегда был в головке, а отрицательный заряд всегда был в хвосте. Если у тебя есть положительный заряд на одном конце и отрицательный заряд на другом конце, у тебя есть внешнее электромагнитное поле, называемое магнитным полем. Это магнит, верно? Что происходит с человеческими существами, так это то, что каждая мысль имеет определенную частоту. Каждая мысль производит химическое вещество. Так что если ты продолжаешь зацикливаться на своей нехватке, нехватке финансов, нехватке времени, нехватке энергии, нехватке, нехватке, нехватке и подобных мыслях, у меня этого нет. Мне это не нужно. Какими химическими веществами ты кормишь свое тело? Ты задумался. Это создает частоту. И эта частота в форме химии хранит эту мысль эмоционально прямо в твоем втором центре. Ты чувствуешь себя виноватым. Ты чувствуешь себя несчастным. В тот момент, когда ты чувствуешь себя несчастным, ты генерируешь больше мыслей, равных этому чувству, в результате чего вырабатывается больше химических веществ. И ты продолжаешь забирать энергию из мозга и накапливать ее в теле. Если ты реагируешь на людей в своей жизни и чувствуешь гнев, разочарование, будь то движение, новости, что бы это ни было, родители, родители, что угодно. Когда ты черпаешь из этого поля, из этого электромагнитного поля, ты используешь этот ресурс и создаешь из него химию. И поле сжимается. Так что теперь, делая это и живя в выживании, тело больше не является магнитом. Так что теперь у тебя очень мало энергии в мозгу. На самом деле, 5% энергии находится в мозге. Тогда 95% хранится в организме. Теперь тело было эмоционально подготовлено, так что в теле много энергии, а в мозгу очень мало. Итак, в нашей работе нам нужна энергия в мозге. Мы хотим вернуть энергию обратно в мозг. Так что же это делает, когда мы перемещаем энергию из тела в мозг и сердце? Это великая вещь, потому что, как только она попадет сюда, она будет расти. Все в порядке. Итак, мы выполняем эти разные медитации и эти разные техники, чтобы привлечь эту энергию прямо к макушке головы. Теперь, когда эта энергия высвобождается и начинает двигаться, включается симпатическая нервная система. И вместо того, чтобы высвобождать энергию, как будто за тобой гонится хищник или ты испытываешь оргазм, та же самая энергия поступает в мозг. И мозг включается, и он переходит на очень высокие частоты, называемые гамма-паттернами мозговых волн. Теперь у человека есть возбуждение. Но возбуждение — это не, боюсь, не оргазм. В мозгу оргазм разума. Да, точно. Это энергия, которая высвобождается в мозг, и вы можете описать это только как экстаз или блаженство. Итак, энергия вины, которая накапливалась из-за того, что мы думали и чувствовали одинаково, высвобождается, поднимается в мозг и возвращается обратно. А когда это достигает мозга, что происходит? Ты получаешь больше энергии в мозгу и начинаешь создавать это внешнее поле. Значит, ты начинаешь создавать поле вокруг своего тела. Ты можешь представить себе будущее, а не оставаться в чем-то из прошлого. Как только энергия будет перемещена, ты почувствуешь. На самом деле в этот момент ты почувствуешь себя очень счастливым. Так мы можем перенести вину стыд, неуверенность в себе в блаженство. О боже, да, мы делаем это постоянно. На мгновение. О боже, да, да, мы делаем это постоянно. И самое удивительное, что этот прилив энергии, который поступает в мозг, изменяет физиологию мозга и создает это поле. Теперь у тебя есть энергия для исцеления. Теперь тело снова стало магнитом. И это происходит по мере того, как энергия движется вверх по спинному мозгу и начинает проходить по этим спинномозговым нервам. И в теле происходит много динамики. Та энергия, которая когда-то хранилась в одном из этих энергетических центров, которая высвобождается, это энергия для исцеления, энергия для создания нового будущего. Ты пополняешь свое поле, и теперь тело становится скорее магнитом, а не инертным куском металла без заряда, верно? Значит, человек, который реагирует на любого человека или обстоятельства в своей жизни. Чем сильнее эмоции, которые он испытывает по отношению к политике, к уличному движению, к своей девушке, к чему угодно, тем больше он обращает на это внимание. Но куда ты направляешь свое внимание, туда ты направляешь свою энергию. Итак, мы также знаем, что когда трудно творить, сосредоточив внимание на негативной энергии, ты не творишь. То, что ты делаешь, это то, что ты связываешь свою жизненную силу. Ты отдаешь свою силу тому человеку или тому обстоятельству, с которыми ты мог бы создать новую жизнь. Итак, когда человек сидит в своей медитации, и мне нравится это делать, у нас только что было мероприятие на острове Марка. Я собираюсь вести людей дальше, чем они обычно идут. Я знаю, что они собираются уйти. О, я закончил со своей медитацией. Нет, ты еще не закончил. Мы доведем тебя до того момента, когда это чувство так сильно отразится на твоем лице, что ты не сможешь включить свой мобильный телефон. Ты не можешь встать и уйти, потому что тысячи людей не встают и не уходят. И ты часть сообщества. Ты сидишь в огне, и у тебя есть один из двух вариантов. Ты можешь позволить этому мозгу работать по программам и запрограммированным шаблонам, и возбуждение еще больше выведет твой мозг из равновесия. Или ты будешь практиковать формулу, и когда ты уменьшишь громкость этой эмоции, ты отвлечешь свое внимание от этого человека или проблемы. Знаешь что? Вот к тебе возвращается энергия. Ты возвращаешь себе свою силу, и теперь ты строишь свое поле таким образом. И когда это происходит, энергия начинает подниматься в сердце. Как только это попадет в сердце, это попадет в мозг. Итак, мы начинаем видеть там людей. Их сердца естественным образом открываются, и все то, чего, как они думали, они хотели, когда пришли на мероприятие, они больше не хотят, потому что чувствуют, что у них это есть. Им это больше не нужно, потому что они чувствуют, что у них есть чувство, предшествующее переживанию, так что они чувствуют себя настолько цельными. Что больше не хотят, и больше не ищут своего будущего. Ты ищешь этого только тогда, когда чувствуешь недостаток. Когда твое тело эмоционально настроено на будущее. Зачем тебе искать это, когда кажется, что это уже произошло? Сейчас? Вот тут-то все и становится странным. Потому что теперь вещи начинают приходить к тебе, и ты больше не нуждаешься, когда это приходит к тебе. Иди, о, вот возьми это. Я этого не хочу. Я просто хотел знать, что я могу это создать. И люди создают много богатства на наших мероприятиях. Да, и первое, что делают многие люди, это говорят, я покупаю круиз для тебя. Я покупаю тебе твою машину. О, мама, я куплю тебе этот дом. Почему они это делают? Потому что они так взволнованы, они чувствуют себя так потрясающе, и они думают, я мог бы сделать это снова. Почему бы человеку, испытывающему недостаток, не дать? Человек, который изобилует, будет отдавать, потому что он знает, как творить. Так что теперь игра меняется. Дело больше не в я. И ты делаешь это, потому что знаешь, что можешь это создать. Так что тогда поддерживай это состояние. Когда ты влюблен, когда ты влюблен, влюблен в свое тело, ты влюблен, а не в другие отношения. Нет, ты этого не ищешь. Ты этого не ищешь. Ты был бы в нужде. Когда ты влюблен, тебе нечего делать. Ты влюблен. Ты магнит. Ты и есть это. И так, чтобы ты был любовью. Значит, события, которые происходят в твоей жизни, будут не только отражением отношений с кем-то, с кем ты хотел быть близким. У тебя будут значимые любящие отношения, которые усилят это чувство. А когда этого не происходило, ты бы сказал, о, знаешь что, я не знаю, я не знаю, подходит ли это мне. Ты бы поверил этому, потому что ты очень усердно работал, чтобы взрастить это, защитить это, вырастить это, снова довериться этому, открыться, верно? Это требует многого, чтобы сделать это, но мы видим мужчин в нашей работе. Я был на них на этой неделе. Я никогда не сдаюсь этим парням. Большие матчи, парни. Ты хочешь знать, что такое мужество? Пойдем. Давай откроем это сердце. И когда они начинают открываться, мы видим, как люди исцеляются от рака толстой кишки и от стенокардии, просто бум. Вот оно. Вот так. Это не так. Это то, что хранилось здесь, внизу. Как только они открывают это и оно движется, тело трансформируется. В этот момент система информирует сама себя. Информация восстанавливается обратно в тело. Так что, когда ты доходишь до того момента, когда ты, когда ты испытываешь нехватку и разлуку, время становится действительно сумасшедшим. Потому что ты хочешь, чтобы все происходило быстрее, и кажется, что это длится целую вечность. Это потому, что ты в разлуке. Когда ты влюблен, ты взаимосвязан, ты не хочешь, чтобы этот момент заканчивался. Вчера вечером у меня на ужин было трое парней. Все эти ученые. Я приготовил полтора обеда для этих парней, достал отличное вино. Почему? Я хотел, чтобы они были настолько захвачены моментом, что забыли. Мы создали новое воспоминание. У нас был большой опыт, и тогда жизнь сводилась к тому, чтобы испытать его в любви. Как будто я не собираюсь быть виноватым в том, что я ем, или судить о том, что я ем. Пятерка приготовила отличную еду. Давай поедим. Потому что чувство вины хуже, чем то, что, по твоему мнению, плохо для тебя. Значит, когда ты испытываешь эти возвышенные эмоции и погружаешься в любовь, тогда ты видишь жизнь через призму любви. И в этом есть сострадание. Как будто ты мог бы посмотреть на своего величайшего противника, человека, который бросил тебя под автобус. И ты преодолел себя. И ты сделал ту работу, которую они у тебя украли. Они пытаются говорить о тебе плохо за твоей спиной, обрушивая на тебя все это чушь. Ты посмотришь на них и увидишь часть себя, которой ты был раньше, которой ты больше не являешься. И у тебя нет ничего, кроме понимания и сострадания. Вау. Я просто сочувствую этому человеку. Им больно. Они борются. Раньше я был таким, но ты больше не такой. Когда ты такой, тогда они нажимают на твои кнопки. Когда ты не такой, ты реагируешь на это, потому что вы равны. Но ты, это когда ты преодолел это. Зачем ты это сделал? Ты бы увидел в них кого-то борющегося. Точно так же, как ты видишь ребенка, который закатывает истерику. Просто как у их здесь нет. У меня так много вопросов по этому поводу, но одно быстро. Как часто ты оказываешься в режиме реакции, когда кто-то бросает тебя под автобус? Если это кто-то сигналит тебе в машине, и ты говоришь это, как часто ты возвращаешься в то место и думаешь, потому что мы, разве мы не приучены реагировать? Чувак, я реагирую каждый день. Я реагирую. О боже, я реагирую каждый день. Но основной вопрос в том, как долго ты собираешься реагировать, верно? Значит, сокращение рефрактерного периода твоих эмоциональных реакций, это тот вид интеллекта, при котором мы держимся подальше от прошлого? Оправданный, действительно или нет? Единственный человек, на которого это влияет, это ты. И тогда ты должен спросить себя, является ли это любовью ко мне? Если ты не можешь контролировать эту эмоциональную реакцию, значит ты наркоман, и у тебя неудачное путешествие, и у тебя передозировка. Но если ты знаешь, что у тебя передозировка, ты должен выйти за рамки своего рационального мышления. Потому что ты скажешь, почему ты такой. О, потому что хорошо, когда ты это делаешь, получается ли больше этих химикатов? Да, зачем ты это делаешь? Чтобы ты почувствовал, что это оправдано? Значит, это значит, что я извиняюсь много раз за один день, потому что ты будешь... У меня реакция на «позволь мне остановиться». Я такой, а ты такой? Я такой, ты что, издеваешься надо мной? Что? Кто? Что они сделали? А потом я такой. О, мы не собираемся принимать решение в этом штате, в этом штате. Так дай мне минутку. О, вау. Я иду, делаю несколько вдохов, выхожу из этого состояния. Помни о моем будущем, куда я направляюсь. Это намного важнее, чем настоящий момент. Я просто должен подготовить свое тело к этому будущему, и теперь иногда это требует титанических усилий. Я должен тебе сказать, ты можешь спросить у моих сотрудников. Я пробуду там 15-20 минут. Иногда я говорю, что работаю. Это заняло у меня целый час. Но вернуться к кусочку на просторах вечности, если я не преодолею эту эмоцию, значит я в своем прошлом. И это карма, потому что эта эмоция будет управлять моим поведением и мыслями. И я собираюсь быть предсказуемым. Мое прошлое будет выглядеть. Мое будущее будет очень похоже на мое прошлое. Так что если я так увлечен путешествием, то самое главное это научиться навыку саморегуляции. Так что на наших мероприятиях, когда мы видим людей, которые могут добиться согласованности мозга и сердца, они знают формулу. Когда я смотрю на их снимки мозга, я думаю, отличный мозг. Эй, ты попался. Могу я посмотреть, сможешь ли ты удерживать это сердцебиение в течение 45 минут. Здорово. Теперь давай посадим тебя на шест на высоте 55 футов в воздухе. Давай установим на тебя пульсометр и посмотрим, что ты там будешь делать. Ты хочешь иметь возможность саморегулироваться там. Потому что если ты сможешь там, это не значит, что я пытаюсь дать тебе выброс адреналина. На самом деле я пытаюсь сделать наоборот. Я хочу, чтобы ты успокоил свой мозг и тело, пошел против тысячелетнего программирования, такого как страх, и научил свое тело в этот момент регулировать ситуацию. Я гарантирую тебе, что если ты зайдешь немного дальше того, что ты сделал, и останешься в сознании, вместо того, чтобы набрасывать программу, торопиться с ней и пытаться покончить с этим, ты начинаешь дышать. Ты начинаешь возвращаться в свое сердце. Ты начинаешь сосредотачиваться. Ты работаешь против этих химикатов. Я тебе гарантирую. Когда ты входишь в свою жизнь, в тот момент, когда ты что-то видишь, ты сразу же все поймешь. Сейчас ты сам себя поймаешь. Это экономит тебе много энергии и много времени. Потому что если ты сможешь это изменить, тогда вместо четырех часов спустя ты просто уйдешь или уже отреагируешь. Да, и ты кое-что натворил. Ты сказал, что я, ты говоришь, что я никогда не должен был этого делать. Я никогда не должен был этого говорить. Вот что делают эти эмоции. Потому что эти эмоции делают нас действительно примитивными, действительно примитивными. Если ты перемотаешь пленку на 10 лет назад, информация была тем, что стимулировала мышление, стимулировала новые идеи. И когда мы узнаем что-то новое, мы создаем новые связи в нашем мозгу. Итак, когда мы начинаем добавлять новые стишки в этот трехмерный гобелен в нашем сознании, мы начинаем заставлять наш разум функционировать по-новому. Но тогда главное применить это, персонализировать это, что-то с этим сделать. А 10 лет назад, когда я выступил перед аудиторией и рассказал о приложении, никто не хотел выходить за пределы этой философской, теоретической, интеллектуальной сферы, верно? Потому что делать что-то означает, что тебе придется что-то изменить в себе. Больно. Да, тебе будет неудобно, верно? И я думаю, что мы живем в эпоху информации. А в век информации невежества это выбор. И благодаря технологиям у нас есть доступ к такому большому количеству контента, а информация создает осведомленность. А осознанность это сознание. И у тебя не может быть сознания без энергии. Они работают вместе. Значит, произошла энергетическая перемена. Я думаю, что это происходит в мире прямо сейчас, где люди настолько информированы, что старые модели, старые парадигмы начинают разрушаться. Будь то медицинская модель или религиозная модель, образовательная модель, журналистика, экономика, политика, все это начинает всплывать на поверхность. Потому что должно появиться что-то еще. И я думаю, что одна из вещей, которые люди осознают, заключается в том, что для этого не обязательно быть буддийским монахом или монахиней с 40-летним стажем. Ты просто должен понять формулу. И точно так же, как любой навык или что-то, чему ты учишься, ты должен перейти от мышления к действию, к бытию. Ты должен брать знания. Ты создаешь опыт, и если ты продолжаешь делать это снова и снова, ты начинаешь приобретать навык. Или ты начинаешь понимать, как это сделать, и ты знаешь, что знаешь, как это сделать. За последние 10 лет мы собрали научную команду, и давай посмотрим, действительно ли ты можешь добиться значительных изменений в мозге. Я не хочу, чтобы эти изменения были только в твоем сознании. Я хочу, чтобы они были в твоем мозгу. Я хочу иметь возможность видеть фотографии, да и после. Сказать, что у этого человека произошли значительные изменения после черепно-мозговой травмы, или тревоги, или депрессии, или циклического расстройства настроения, или инсульта. Мы хотим видеть, что в то же время произошли значительные изменения. Давай измерим твой мозг в реальном времени и посмотрим, как выглядит этот процесс трансформации. И в процессе открытия этого процесса мы получили так много знаний о том, как выглядит этот трансформационный процесс. Другими словами, я могу сказать тебе без сомнения, что если ты прямо сейчас анализируешь свою жизнь в рамках какой-то тревожной эмоции, то в ста процентах случаев ты только ухудшишь свой мозг. Можешь ли ты подумать о своей жизни, если ты застрял в эмоциях, таких как разочарование, злость, страх, обида, обида, и ты думаешь в этом эмоциональном состоянии? Другими словами, ты не можешь думать больше, чем о том, что ты чувствуешь. Это значит, что тогда ты думал о прошлом, потому что эти эмоции – это запись или остаток прошлого. Итак, мы видим людей в процессе перемен, которые анализируют в дуальности или полярности. Это приводит мозг в более высокие состояния возбуждения и все дальше от истинных изменений. Итак, мы провели тысячи, тысячи и тысячи сканирований мозга, и теперь мы знаем, что существует формула для создания большей когерентности мозга, большей эффективности мозга, чтобы заставить твой мозг работать лучше. И когда твой мозг работает лучше, ты работаешь лучше. В то же время требуется ясное намерение и возвышенные эмоции, чтобы начать менять свою энергию и менять свою жизнь. И никто не меняется, пока не изменит свою энергию, верно? Так как же тогда вывести человека из обиды и разочарования в радость и свободу? Если почему они должны чувствовать благодарность, радость или свободу, если этот опыт не произошел? Так что большинство людей проводят большую часть своей жизни в ожидании чего-то там, что заберет их пустоту, или боль, или их негодование здесь. Если они всю свою жизнь ждут разлуки или недостатка тогда, и мы создаем реальность, тогда недостаток вызывает определенные мысли, что создает еще больше разделения и еще больше недостатка. Значит, учить людей начинать эмоционально обустраивать свое тело до того, как в их жизни появятся доказательства, значит ломать важную привычку, верно? Так что вместо того, чтобы жить по причине и следствию, теперь мы начинаем причинно-следственную связь. Итак, в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя целостным и благодарным, мы теперь знаем, что твое исцеление начнется в этот момент. Да, в тот момент, когда ты начинаешь чувствовать себя достойным и изобильным, твое богатство приходит. Ты знаешь, что генерируешь определенное количество энергии, определенное количество богатства. И как же кто-то может чувствовать себя достойным, если ему всегда говорили, что он этого не стоит? Да, так что позволь мне. Или это история, которую они рассказывают сами себе? Я этого не стою, потому что она не сказала «да», когда я пригласил ее на свидание. Потому что он порвал со мной, потому что меня уволили, потому что мои родители бросили меня. Как я этого стою, когда вокруг негативной вещи так много свидетельств или историй? Давай прекратим рассказывать историю твоего прошлого и начнем рассказывать историю твоего будущего. И люди, которые не определяются видением будущего, по большей части остаются с воспоминаниями о прошлом. Твой мозг – это запись прошлого. Это артефакт всего, что ты узнал и пережил в этот момент. И так большинство людей просыпаются утром и начинают думать о своих проблемах. И эти проблемы – это воспоминания, которые вытатуированы в мозгу, которые связаны с определенными людьми и вещами в определенное время и в определенных местах. Значит, человек просыпается с чистого листа. Они начинают думать о проблемах, о которых они думали в прошлом. Если ты веришь, что твои мысли имеют какое-то отношение к твоей судьбе, есть вероятность, что твое прошлое станет твоим будущим. С каждой из этих проблем связана эмоция. Значит, в тот момент, когда ты начинаешь вспоминать о проблеме, ты начинаешь чувствовать себя несчастным. Теперь твое тело в прошлом. Потому что мысли – это язык мозга, а чувства – это язык тела. И то, как ты думаешь и что ты чувствуешь, создает состояние бытия. Значит, люди подтверждают свою идентичность, основываясь на прошлом, верно? И оказывается, что избыточность выполнения этой обусловленности требует только образа и эмоции. И большинство людей бессознательно настраивают свое тело на знакомое прошлое, на известное. Так что теперь, если ты в знакомом прошлом и в известном, ты будешь жаждать предсказуемого будущего, верно? Это тоже известно. И есть только одно место, где существует неизвестное, и это вечный настоящий момент. Вот в чем прелесть щедрого настоящего момента. Так что тебе придется потрудиться, чтобы вывести этого человека за пределы эмоций, которые удерживают его в такте или привязывают к прошлому. И да, для этого нужно приложить усилия. Но если ты продолжишь работать с формулой, ты достигнешь того элегантного момента, когда происходит высвобождение энергии. А теперь твое тело как бессознательный разум, объективный разум не верит. Это значит жить в одном и том же прошлом опыте 24 часа в сутки, потому что ты освобождаешь тело от этого эмоционального состояния. Итак, ты спрашиваешь человека, почему ты так несчастен? Почему ты так расстроен? Почему ты такой обиженный? В тот момент, когда ты спросишь об этом, их мозг свяжет эту эмоцию с прошлым событием, с воспоминанием, с воспоминанием. Это потому, что им ни на что рассчитывать в будущем. Так что если тебя не определяет видение будущего, для меня это просто означает, что ты больше любишь свое прошлое, чем будущее. Так как же ты учишь людей верить в будущее, которое они еще не могут увидеть или ощутить своими чувствами, но они уже столько раз думали об этом в уме, что их мозг буквально изменился, чтобы выглядеть так, как будто событие уже произошло. Последние исследования в области неврологии говорят, что это абсолютно возможно, и мы это знаем. И как ты учишь человека выбирать новую возможность в своем будущем и начинать эмоционально принимать это будущее, прежде чем оно проявится до такой степени, что его тело будет. Их подсознание верит, что живет в этой будущей реальности в настоящий момент. И теперь они сигнализируют о новых генах и новых способах опережать окружающую среду, чтобы их тело начало меняться, чтобы выглядеть так, как будто событие уже произошло. Мы доказали, что это возможно. Теперь подумай об этом. Чем больше ты думаешь о своем желаемом будущем, тем больше радости, благодарности, чувств ты хочешь испытывать, которые будут более позитивными. Чем больше ты думаешь об этом как о будущем, тем больше меняется твое тело. Сейчас же. Именно так. Твое тело верит, что оно живет в этой будущей реальности сейчас, в настоящий момент. Теперь подумай об этом с точки зрения какого-то обстоятельства в твоей жизни. Чем больше изменений ты чувствуешь внутри себя, тем больше ты сосредотачиваешься на причине. И мозг замораживает изображение и делает снимок. И это воспоминание теперь отпечаталось в мозгу. Там есть клеймо. Значит, люди мыслят неврологически в рамках тех прошлых переживаний, и они чувствуют химически в пределах границ этих эмоций. И чем сильнее предательство, тем сильнее травма, тем больше тело живет прошлым, верно? И что тогда? Так как же ты это изменишь? Так что теперь, если ты действительно увлечен будущим, мы все это сделали. Тебе приходит в голову дикая идея, и ты начинаешь цепляться за это видение, и ты поглощен им. Внезапно мысль в твоем уме становится опытом, и ты начинаешь чувствовать энергию будущего прямо сейчас. Чем сильнее эмоции, которые ты испытываешь от этого видения, тем больше ты будешь обращать внимание на картинку в своем сознании. А теперь ты вспоминаешь свое будущее и наоборот. Чем сильнее ты обращаешь внимание на ощущение прошлой боли? Ты создашь боль в этот момент? Именно так, значит, для этого требуется связанный мозг, и теперь мы знаем, что для этого есть формула. И у нас есть прекрасное исследование, чтобы показать, что люди могут это сделать. Им просто нужно практиковаться. И для этого требуется связанное сердце. Потому что обида, разочарование в терпении создают очень непоследовательное сердце. И когда это сердце становится непоследовательным, ты перестаешь доверять себе. Там нет никакой энергии. Ты перестаешь верить в свое будущее. Значит, если в твоем мозгу и теле есть вещественные доказательства, то вещественные доказательства должны выглядеть так, как будто событие уже произошло. Вполне возможно, что ты будешь мыслить неврологически в рамках контуров своего будущего, и ты начнешь чувствовать химически в границах этой эмоции своего будущего. И то, как ты думаешь и что ты чувствуешь, это твое состояние бытия. И теперь твое состояние бытия, это жить в будущем, а не в прошлом. Сейчас же. В тот момент, когда ты отключаешься от эмоций своего будущего из-за пробок, или из-за какого-то коллеги, или из-за своего бывшего, или из-за того, что люди придумывают. Теперь ты вернулся к энергии своего прошлого, и теперь ты собираешься начать искать ее, анализируя, почему этого не произошло. Если ты чувствуешь эмоции своего будущего, зачем тебе их искать? Потому что ты почувствуешь, что это уже произошло, и это то место, где происходит волшебство. Значит, ты не можешь просто сделать это, встать, а затем вернуться к своему старому состоянию бытия. Ты должен поддерживать это измененное состояние ума. Как ты поддерживаешь это, когда это происходит? Дай мне закончить. Если я сейчас дам тебе по морде, что ты сделаешь? Конечно, конечно. Мы все получаем удары в нашей жизни, и мы все реагируем эмоционально. Но вопрос в том, как долго ты собираешься реагировать. Верно? Верно. Значит, если ты не можешь опосредовать и регулировать свои эмоциональные реакции. И эти эмоции сохраняются в течение нескольких дней, лет для некоторых людей, настроения, а затем месяцев, темперамента, лет, личностных черт. Значит, личность человека буквально основана на прошлом. Но они не знают, что из-за того, что они делают это снова и снова, это становится подсознательной программой. Так что теперь, если требуется согласованный мозг и согласованное сердце, тогда мы должны научить людей саморегуляции. Итак, мы провели тысячи и тысячи измерений. Мы сотрудничаем с Институтом математики сердца, чтобы научить людей, как создавать и поддерживать согласованность сердечной деятельности. Как мы это сделаем? Помимо посещения твоей мастерской, что такое упрощенная версия? Я уверен, что это занимает больше времени, чем на самом деле нет. Это действительно не так. Для этого нужно просто успокоиться, закрыть глаза, сосредоточить внимание на своем сердце, изменить дыхание, чтобы переместиться в настоящий момент. И когда ты замедляешь свое дыхание, ты замедляешь свои мозговые волны. Когда ты замедляешь свои мозговые волны, теперь ты получаешь доступ к своей вегетативной нервной системе. Значит, ты учишь человека тому, как открывать свое сердце и испытывать возвышенные эмоции. И это требует небольшой практики. И точно так же, как цветку, которому нужно время, чтобы распуститься, требуется немного времени. Но если ты работаешь над обменом обиды и разочарования или нетерпения на благодарность, признательность и благодарность, и продолжаешь в том же духе, наступит момент, когда эта система включится, и теперь ты чувствуешь благодарность без всякой причины. Это не так уж плохо, потому что благодарность, эмоциональная подпись благодарности, означает, что с тобой что-то происходит. С тобой что-то происходит. Ты что-то получаешь. Или ты просто получишь что-нибудь. Значит, твое тело, когда ты испытываешь благодарность, находится в идеальном состоянии получения. Тогда это означает, что тогда ты примешь, поверишь и отдашься мыслям, равным эмоциональному состоянию благодарности. Если ты живешь в негодовании, ты живешь в страхе. Ты живешь в терпении. Ты мог бы сказать, я здоров, я здоров, я здоров, я богат, я богат, я со всем, что ты хочешь. И эта мысль остановится прямо в стволе мозга и никогда не доберется до тела. Потому что тело — это не сбой. Потому что почему? Потому что ты чувствуешь обиду, а эта мысль — нет. Эта мысль не согласуется с эмоцией негодования. У обиды другой набор мыслей, верно? Другими словами, как только ты начинаешь открывать свое сердце, оно начинает двигаться в согласованном направлении. Он начинает создавать измеримое магнитное поле шириной до трех метров. Вот эта частота. Эта энергия. И вся эта энергия. Эта частота несет информацию, несет намерение. Значит, когда ты чувствуешь благодарность и твое сердце открыто, ты излучаешь энергию в поле. Частота. Частота. Ты закладываешь намерение в мысли о своем здоровье или своем богатстве. Эта частота может нести мысль о твоем богатстве. Это может навеять мысль о твоем здоровье. Если ты страдаешь, ты не можешь. Страдание не несет в себе этой энергии, не несет в себе мысли о твоем богатстве. Это несет в себе другой набор мыслей. Значит, мы учим людей саморегуляции. Потому что, если ты собираешься верить в то будущее, которое ты представляешь всем своим сердцем, ему лучше быть открытым и активным. И тебе лучше знать, как саморегулироваться. И ты должен знать момент, когда ты отключаешься от энергии своего будущего из-за каких-то обстоятельств в своей жизни, и ты теряешь это чувство. Если ты практикуешь это ежедневно с закрытыми глазами, то следующий уровень – это уметь открывать глаза и делать это прямо в данный момент. И умей саморегулироваться и превращать разочарование от какого-то опыта в твоей жизни обратно в энергию твоего будущего. Теперь это требует большой осведомленности и больших усилий. Но если у вас есть сообщество людей, которые практикуют это ежедневно, и они связаны со своим будущим, потому что именно там находится их разум, они начинают хотеть будущего больше, чем эмоций прошлого. Итак, мы уже провели достаточные измерения, Луис, чтобы знать, что мы можем научить людей, как это делать. И у нас есть доказательства того, что люди могут выдержать это от 45 минут до часа. Это навык. Теперь они знают, что знают, как это сделать. Так что теперь у них есть когерентность мозга и когерентность сердца. Как только сердце начинает становиться упорядоченным и согласованным, оно действует как усилитель и направляет энергию в мозг. Теперь мозг получает больше энергии. Как только сердце открыто, ты начинаешь думать о другом. И эти мысли производят разные химические вещества, чтобы ты чувствовал больше этого. А вот и оксид азота из окситоцина. А потом вдруг твое сердце буквально начинает набухать. Он буквально начинает открываться, и туда поступает больше энергии.